Чудеса Друзья мои, совсем немного времени осталось до Нового Года. Это очень хороший, радостный, любимый, я думаю, всеми праздник. Но есть одно маленькое «но». Новый Год выпадает в последние дни рождественского поста. Отец Андрей, как православному христианину нужно встретить Новый Год, чтобы было радостно, но чтобы и пост соблюсти. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. В преддверии рождественских праздников хочется поздравить всех нас с наступающим Рождеством Христовым, которое, как солнышко, всходит над нами и дает мир, унесет свет, спасение, избавление от греха, от смерти, от рабства дьявола. Православная Церковь под празднованием Нового Года не усматривает ничего постыдного, ничего плохого. То есть она разрешает это празднование, но, конечно, в рамках разумного, то есть желательно воздержаться от алкоголя. Желательно, или как бы в разумных пределах это употреблять, конечно, не ослаблять пост. То есть желательно поесть что-то с рыбкой, приготовить какие-то постные оливье, какие-то постные блюда. Тем более этот пост не строгий, и православный христианин по собственному опыту могу сказать, что может разнообразить свой стол и нормально отпраздновать, скажем, Новый год в кругу семьи. То есть сам праздник Нового года, он не имеет, надо нам относиться к нему без какого-то мистического или магического характера. Потому что у нас часто Новый год празднуется сильнее, чем Рождество, более пышнее, более торжественное, и я бы сказал бы, наверное, более буйно, в силу, наверное, советских традиций, скорее всего. Потому что в дореволюционной Российской империи, на Украине всегда праздновалось, Рождество было гораздо выше Нового года. И этому суть символ того, что Новый год всегда шел после Рождества. То есть как бы старый Новый год, 1 января, и получается 14 января по старому стилю, день святителя Василия Великого, день праздника обрезания Господня. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны понимать. Но с другой стороны, нужно сказать, что надо понять, что в истории человечества Новых годов было много. И сейчас в различных этнокультурных, национальных, скажем так, у народов Новых годов очень много. То есть, допустим, на Киевской Руси праздник Нового года праздновался по языческой традиции в начале марта, потому что пробуждение природы, весна, обновление. Ну и люди сочетали празднование Нового года, то есть начало нового, потому что они очень сильно зависели от природы. А позже, когда уже по православной традиции, когда крещение Руси было уже, после 1988 года, день крещения Руси, уже традиция Нового года перешла в церковное новолетие. То есть по церковной Новый год наступает 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю, так называемый церковный индикт. Индикт – это греческое слово, которое обозначает налоговый год, то есть подбитие определенных результатов. То есть это было связано с тем, что в государстве Византия был индикт. То есть фактически это бухгалтерский термин, который символизировал определенные результаты по финансовой и налоговой сфере. И поэтому церковь, сотрудничая с государством, стала праздновать Новый год по византийской традиции, тоже 1 сентября по старому стилю. Поэтому вы все знаете, что церковный Новый год наступает 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю. Потом уже в Петровской, во время Петровской реформы в 1721 году уже стал праздноваться Новый год 1 января, то есть по старому стилю, 14 января по новому стилю. И уже в советское время, когда к власти пришли большевики, перевели на Григориганское летоисчисление, то есть новый календарь по имени римского папы Григория. И уже Новый год празднуется 1 января по новому стилю. Дорогие братья и сестры, поэтому церковь ничего не усматривает постыдного празднования Нового года. Но она, скажем, призывает своих верных чад праздновать Новый год правильно. Как? Во-первых, возблагодарить Бога за то, что Господь даровал на возможность прожить еще один год. Во-вторых, попросить у Бога благодати и благословения для того, чтобы прожить год следующий, чтобы все было хорошо. Для этого даже есть специальное молитвословие, то есть чин молебна, который певаемый на Новый год. Его можно служить как церковный индикт, он вообще там записан в отпуске как обрезание Господне, здесь вспоминается праздник на Старый Новый год, на Новый год его тоже можно служить. И тем более есть возможность у нас такая служить, потому что в этом году Новый год преподает на воскресенье. 1 января у нас воскресенье. И, конечно, не то, что желательно, а очень желательно встретить этот день именно в церкви. Поблагодарить Бога за то, что Господь даровал нам возможность прожить этот год. И попросить Божьего благословения для того, чтобы Господь даровал нам возможность прожить еще один год в мире, в спокойствии, в приближении к Царству Небесному, в братолюбии, в добре, чтобы все у нас было хорошо. Поэтому желательно отпраздновать его, конечно, так. Но и будем помнить, дорогие братья и сестры, что можно отпраздновать, можно посидеть, можно пообщаться с родственниками, поговорить за общей такой агапой, вечерей любви. Но, конечно, все равно надо воздерживаться от чрезмерных увеселений. То есть танцы, какие-то там, еще какие-то там, как бы там, массовые мероприятия, там очень большие увеселения. Потому что церковь, будем помнить, что рождественский пост. И уже со 2 января начинается усиленный пост. Когда не разрешается уже рыба, мы приближаемся к Рождеству Христовому. И также хочется еще сказать, что у нас осталось время немножко, значит, хочется сказать, что, пожалуйста, вот сейчас в моду очень сильно вошел восточный гороскоп, китайский, языческий. Я хочу настоять на этом, что не будем впадать в язычество, дорогие братья и сестры. Будем помнить, что все эти драконы, кабаны, обезьяны, змеи, ну мы же люди. Мы же, как бы, не будем, понимаете, опасность этого восточного гороскопа в том, что человек, как бы, психологически, он на себя берет, как бы, какие-то повадки животных. Да, вот, допустим, там записано дракон, он такой, там, змея по китайскому восточному гороскопу, она такая, там, обезьяна, она такая. И человек, как бы, он роняет свой образ и подобие Божье, он, как бы, опускается до уровня низменных животных. То есть, и он, как бы, психологически себя подстраивает под животное, понимаете, вот, что плохо в этом гороскопе. И он может, благодаря этим гороскопам, поломать свою жизнь, поломать жизнь окружающих. В каком плане, вот, да, там, девочка посмотрела, ей нравится парень. Она посмотрела, ага, он там дракон, а я там такая-то. Все, мы не подходим. И уже с ним встречаться не будет, будет надумывать. А может, им Богом суждено быть вместе. Поэтому, дорогие братья и сестры, не держите у себя эти восточные гороскопы. Не будем отпадать от православной церкви, не будем впадать в язычество. Человек, который этому верит, он отвергает благодать Божью. Не будем мы туземцами, которые будем продаваться за стеклянные нитки бус, различным другим культурам, когда у нас своя прекрасная православная культура. И в ней есть празднование Нового Года, в ней предусмотрено. Понимаете? Мы будем праздновать с оглядочкой на светлый праздник Рождества Христова, который грядет для нас и восстает для нас, как солнце, ради нашего спасения. Это самое главное. Отец Андрей, будьте добры. Итак, Новый Год, который уже не за горами, даст Бог, встретим его тихо. Но хотелось бы, конечно, и радостно. И сердце настраивается на Рождество. Но как-то так получается, что светлый праздник Рождества, тем не менее, он все равно вытесняется Новым Годом. Вот как настроиться на Рождество, если Новый Год, ну, все перекрывает? Если хотите, поделюсь своим личным опытом, когда вот я шел по пути к православию, в какой-то момент, вот для меня, это был тоже довольно сложный путь, в какой-то момент для меня Новый Год и Рождество сравнялось. Потому что советский ребенок, да, вырос в советской семье, Новый Год, о Рождестве практически никто ничего не слышал. И вот, как бы, Новый Год сначала был важнее, да, скажем. Потом, когда ты начинаешь жить церковной жизнью, начинаешь исповедоваться, причащаться, иметь в этом потребность, постепенно, ну, Рождество Христово, оно вытесняло, как бы, Новый Год оттесняло на второй план. Когда ты просто углубишься в суть того события и в суть этого события. То есть, какая разница, что такое Новый Год, да? Новый Год – это всего лишь навсего арифметическая цифра. 31 декабря, 1 января. В нем нет ничего мистического, магического, таинственного. В нем нет никакого другого наполнения. Человек просто, вот, как я уже говорил выше, поблагодарить Бога за то, что он, как бы, отпраздновал, прожил жизнь одного года и спросить было о Словении на следующий год. И он должен просто сесть и подумать, так, что я сделал в этом году хорошего, что я сделал плохого в этом году, что я результатов каких добился, каких не добился, то есть, и, как бы, то есть, и что, какие у меня планы на следующий год. То есть, это просто он, как бы, для себя планирует жизнь, подводит итоги и планирует жизнь. Вот в этом смысле только есть какой-то в Новом Годе смысл. Ну, а Рождество – это же совершенно другое. Если вдуматься в суть Рождества, что Бог сошел, еще на предвечном Совете Святой Троицы было установлено, они посовещавшись, Бог решил между тремя ипостасями, что второе лицо, сын, вочеловечество ради спасения рода человеческого, он вочеловечивается для того, чтобы нас поднять из грязи и вывести на небо, то есть, как можно цифру и вот такое огромное событие сравнивать. Вот оно несравнимо, ну, совершенно несравнимо. Поэтому, если, конечно, человек живет культом тела, культом пьянства, культом объединения, культом увеселения, но он не может пойти на дискотеку в другой день, только ему надо в этот день идти. Ведь на дискотеку или там в какой-то ресторан может идти в какой-то другой день, понимаете? Ну, я к чему веду, что просто в этом нет смысла. Только если праздновать вот с такой точки зрения Новый год, о котором мы говорили выше, это нормально. Но когда человек просто уходит в безудержное веселье, а потом бедные водители скорой помощи не могут их потом собрать, до какое число, да, сегодня, как в той шутке говорится, второе, второе января, не, второе февраля, да, то, конечно, потом уже не может выйти из этого веселья. Это очень-очень плохо. Поэтому нужно все соразмерять и нужно понимать, в чем логика данных событий. Поэтому вживайтесь, вжить в церкви. Хочется посоветовать, дорогие братья святые, чтобы мы думали, жили жизнью церкви. Там все не просто так, все для нашего спасения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова